Согласно библейским сказаниям, именно на 50-й день молитв апостолов после чудодейственного воскрешения Христа на них сошел Святой Дух и преподнес 9 особых даров. Дар мудрости и знания, дар пророчества, умение различать духов, дары пастырства, веры, исцеления и творения чудес, дары знания и толкования языков. Затем ученики Христовы понесли Слово Божие по миру, повествуя о жизни Иисуса Христа, Его мучительной смерти за грехи всего человечества и воскрешение из мертвых. Официально День Святой Троицы, как праздник, был закреплен церковью в 381 году н.э. в Константинополе, после проведения Второго Вселенского Собора, на котором впервые сформулировали учение о триединстве Бога. Как повелось в России, православные праздники тесно переплетаются с народными традициями. Интересно, что Троица вообще тесно связана с зеленью, ведь недаром ее иногда называют Зеленым Воскресением. Поэтому что всегда делают на Троицу? Так это срывают молодые березовые ветви и освещают их церкви. Примета гласит, что потом, по традиции, их нужно непременно принести домой. Ветви березы лучше сохранить на целый год, тогда они будут оберегать дом от неприятностей, а еще помогут сохранить доброе здоровье всем членам семьи. Еще одна интересная примета на здоровье – настоящие народные обычаи, связанные с Троицей. Сначала нужно зайти в церковь, помолиться и послушать службу, если позволяет время, а затем просто раздать всю мелочь, которая осталась по карманам в кошельке. Это оградит от многих неприятностей, а главное – поможет сохранить здоровье. Конечно, обряд добровольный, и делать его нужно бескорыстно, иначе результата не будет. Считалось также, что березовые ветви могут предсказать, каким будет сенокоз. Их втыкали в землю и наблюдали в течение трех дней. Если ветки засыхали за это время, то и сено удастся запасти вдоволь. Если оставались зелеными, возможно, будут обильные дожди, и заготовкой сена возникнут трудности. Прекрасная традиция на Троицу – украшать дома и храмы ветвями, травой, цветами – живет не первое столетие. Обряд украшения на Троице не случайен. Зелень символизирует народные традиции на Троицу – жизнь. Украшая по традиции дома на Троицу ветвями, травами и цветами, люди выражают радость и благодарность Богу за то, что Он возродил их через крещение в новую жизнь. Исторически сложилось, что для украшения храмов и домов, согласно народным традициям, используются ветки березы. Можно сказать, что праздник Троицы без березы – то же самое, что празднование Рождества без елки. В народе Троица почитала за большой праздник. К нему тщательно готовились, мыли и убирали дом и двор, ставили тесто для приготовления блюд для праздничного стола, заготавливали зелень. В этот день пекли пироги, караваи, завивали венки из березы и цветов, приглашали гостей. Молодежь устраивала гуляния в лесах и на лугах. В этот день для девиц пекли козули – круглые лепешки с яйцами в виде венка. Эти козули вместе с яичницей, пирогами, квасом составляли обрядовую трапезу, которую девушки устраивали в роще после завивания березки, то есть украшения ее ленточками, цветами, плетения венков из ее тонких ветвей. Через эти венки девушки кумились, подходили попарно, целовали друг друга, иногда менялись нательными крестиками и приговаривали. «Покумимся, кума, покумимся! Нам с тобою не брониться, вечно дружиться!» Для обряда кумования завивали вершины двух березок, приплетали их между собой. Покумовавшись, они становились в один большой хоровод и пели троечные песни. Вообще, с венком из зелени и пылевых цветов связано довольно много народных примет, обычаев и традиций на Троицу. Поэтому его можно считать не только символом праздника, но и своеобразным, неодушевленным героем этого дня. Если хочется заручиться покровительством небесных сил и прожить год до статки, освященный венок нужно принести домой вместе со святой водой. Ею опрыскивают каждый угол. И причем каждый угол кладут по одной или несколько монеток, при этом произносят такие слова. «Троица святая, помощь нам данная, не буду я лениться, буду трудиться, за это пусть злато ко мне в дом льется». После этого, как венок высохнет, его надо спрятать в недоступное для других место и хранить в течение всего года. Одно из распространенных по вере на Троицу связано с гаданием на судьбу. В этот день девушки прили венки из пылевых цветов и пускали их по воде. Пусть русалка примет подарок и хотя бы намекнет на будущее. Утонул венок, жди испытаний. Поплыл, вскоре встретишь любимого человека. Остался у берега, пока рано мечтать. Поплыл против течения, скоро будут перемены. Конечно, это будут удачные, благоприятные события. Кстати говоря, венки можно запускать не молча, а проговорив такие слова. По пулю девки ходят, букеты носят, венки плетут, да в воду бредут. Суженый, ряженый, ты венок слови, мне принеси, во веки веков аминь. Сразу после бросания венка нужно быстро отправиться домой. Но по пути не оборачиваться назад и ни с кем не разговаривать, в том числе и по телефону. Вообще, этот обряд довольно интересен и уж точно произведен определенное впечатление. Ведь остаться наедине с собой, да еще помолчать хотя бы пару часов, полезная процедура, которая, возможно, поможет немного иначе взглянуть на свою жизнь.